Подготовка участниц к городским конкурсам красоты в самом разгаре. В этом году, напомним, жюри традиционно выберет прохожуню Полесья и впервые Миссис Полесья. Разница – возрастной категории красавиц. В первом конкурсе участвуют девушки до 22 лет. За титул Миссис будут бороться пенчанки от 27 до 32 лет. В преддверии финалов те и другие проходят различные мастер-классы. В фитнес-клубе «Адреналин» наставником выступил тренер клуба и постоянный член жюри Алексей Ярошук. Бодибилдер уверен, привести фигуру в порядок за короткий срок можно. Первый финал запланирован на 20 ноября. Это, соответственно, две недели. У этих девушек времени меньше, естественно. У прыгожунь Полесья у них еще четыре недели. За четыре недели вполне реально привести себя в форму. Если мы говорим про девчонок, у которых, как они считают, если есть лишний вес, то четыре недели – это вполне довольно-таки длительное время. Минимум о 6 килограммах можно говорить. А 6 килограмм – это, как известно, примерно 9-10 сантиметров талии, 2-3 размера одежды. Поэтому отталкиваться от этих данных, да, время есть на то, чтобы исправить недочеты. Мастер-класс от фитнес-тренера сопровождалась фотосъемкой. Ее проводил еще один член жюри Артем Диковицкий. Фотограф уже успел оценить умение девушек держаться в кадре. Ведь незадолго до этого он дал свой мастер-класс. Результат фотосессии можно увидеть в Инстаграме. Помимо этого, все участницы каждую неделю репетируют свой выход на сцену. Мы готовим визитки, прорабатываем нашу речь, чтобы мы на сцене себя чувствовали комфортно, уверенно, не боялись зрителей. Вот. Также мы отрабатываем дефиле, учимся ходить правильно на каблуках, чтобы было это как леди. По словам организаторов, несмотря на занятость, все участницы активно включены в процесс подготовки. Естественно, немножко готовимся, чуть больше внимания себе, не столько, как в повседневное время. Там и косметолог выправы, и спортивный зал. Но, в принципе, все осталось примерно на таком же уровне. Немножко добавили. Очень много времени, правда, надо этому уделять. И тяжело на данный момент, наверное, именно миссис совмещать, подготовку к конкурсу, так как все мы работаем, большинство из нас мамы, привлекаем наших детей к репетициям, берем их с собой. Детям тоже очень интересно. То есть, в итоге получается какое-то занятие и для детей, и для родителей. Как показывает практика, не все дойдут до финала. Но кто получит титул самой красивой девушки и женщины года, пенчане узнают очень скоро.